В поселке Ильский во время пожара погибла 17-летняя девушка. Несчастный случай произошел в ночь на 28 мая в частном домовладении. По предварительным данным, хозяйка проснулась от запаха гари. Пожар начался в комнате, где спала она и еще трое детей. Женщина успела вывести малышей на улицу и вернулась в дом, чтобы помочь выбраться оставшейся там своей приемной дочери. Но пламя распространялось так стремительно, что сделать этого не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Останавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается. Беседы о наболевшем. В Афибской амбулатории состоялся прием главы Северского района Адама Джарима. Главный врач Центральной районной больницы Манолис Ананников и глава Афибского сельского поселения Юрий Коваленко вместе с главой отвечали на вопросы граждан, касающиеся здравоохранения, и не только. Самыми актуальными и острыми вопросами прошедшей встречи стали проблемы медикаментозного обеспечения пациентов и санаторно-курортное лечение, а также создание условий для людей с ограниченными возможностями. Помимо обращений, касающихся сугубо медицины, обсуждались вопросы благоустройства и инфраструктуры поселения. Довольно долгое время актуальным для поселения остается вопрос постройки нового детского сада. С просьбой сдвинуть дело с мертвой точки жители обратились к главе района. На самом деле мы выделили земельные участки, построили строительство садика, подали заявку в Край. Мы диспалитет своим бюджетом не сможем это построить, потому что мы сегодня в центре Северской строим, это федеральная программа, краевая программа, строим школу на 400 мест. Мы попали в число тех 4 или 5 районов Край, которым удалось эти деньги, кажется, выйти. Поэтому будем ждать год, как бы начался, а будем ждать какие-то подвижные сетки, финансовые сетки, они будут закладываться на строительство школы и садика. По итогам встречи все замечания были учтены, а особо важные задачи поставлены на контроль администрации. Адам Шахметович обсудил с главным врачом района самые острые вопросы, возникшие в ходе приема. Я понимаю, коллеги, проблем у нас много в здравоохранении, много проблем. Много еще чего нужно сделать. Но самая главная проблема – это невежное такое отношение, грубое отношение к пациенту. Это самая страшная проблема. Деньги мы найдем, лекарства найдем, ремонт сделаем, все сделаем, а душу человеку не поменяем. Безусловно, этика профессионального общения и банальное сочувствие – это неотъемлемые качества современного врача. Однако порой стоит вспомнить и об обратной стороне. Плотный поток пациентов, нагромождение бумажной работы и постоянные стрессы – все это превращается в ежедневное давление. На пороге кабинета в белых халатах нас встречают такие же обычные люди, которые отличаются от нас только тем, что выбрали для себя одну из самых тяжелых профессий на свете – спасать жизни. В зале районной администрации состоялось заседание антинаркотической комиссии. Наркомания – одна из серьезнейших проблем современности, требующая совместной профилактической работы на всех уровнях. Представители правоохранительных органов, медицинских учреждений отчитались о наркологической ситуации в муниципалитете. Как отметил врач-нарколог Северской центральной районной больницы Сергей Емельяников, число состоящих на учете граждан, употребляющих запрещенные вещества, медленно, но снижается. В 2018-м на учет поставлен один житель района. Но, несмотря на улучшения, ситуация остается тревожной. Сергей Емельяников рассказал о работе наркологического кабинета и призывал всех собравшихся донести информацию до тех, кто нуждается в лечении. Также в рамках комиссии выступили начальники управления. Они рассказали об антинаркотических мероприятиях, проведенных на территории района в 2017-м году. Троица – один из важнейших христианских праздников, посвященный сошествию Святого Духа на апостола в 50-й день после воскресения Христова. Троица означает «реединство Отца Бога, Его Сына и Святого Духа». Согласно Новому Завету, перед распятием Спаситель обещал своим ученикам, что пошлет им Святой Дух от Отца Бога – знак своей любви. Апостолы увидели языки пламени, которые, не обжигая, коснулись каждого из них. Свершилось чудо. Будучи малообразованными людьми, они заговорили на языках всего мира и стали распространять крестьянское учение по всему свету. Для храма в станице Старопольской Григорьевского сельского поселения праздник имеет особое значение, поскольку назван в честь Святой Троицы. Один из старейших на Кубани, Свято-Троиский храм, отмечает в этом году 104-летие. Сегодня это красивое здание и духовный центр для православных жителей станицы. Храм был свидетелем всех потрясений ушедшего века. В советские времена служил Дому культуры и библиотекой. 17 лет тому назад этот храм был заброшен. Мы вот с сыном приезжали сюда, погоняли еще лошадей, рассказываю сейчас прихожанам. И вот сейчас такое величие, такая красота. Спасибо нашему батюшке, который старается, который сам своим трудом и спонсорами дарил молитвами. Святой Троице все сейчас вот такая красота и благодать для нас, для всех прихожан. Как атаман хотел бы поздравить всех жителей станицы Ставропольской и всех православных христиан великим праздником. Хотел бы пожелать здоровья, счастья, добра, благополучия и глубокой веры. Вере в будущее. Сошествие Святого Духа имело решающее значение для становления христианской церкви и считается днем ее рождения. 28 мая Центр развития творчества детей и юношества Станицы Северской традиционно собрал друзей и преданных поклонников детского творчества на отчетный концерт по итогам учебного года. Северский Дом культуры, где проходило праздничное мероприятие, с трудом мог вместить родителей юных талантов. В зале аншлаг, за кулисами трепетное волнение. Ну вот, гаснет свет, звучат фанфары и зрители переносятся в праздник творчества, хорошего настроения и добрых улыбок. На сцене свое мастерство демонстрировали ребята из объединения современного танца «Танцевальный рай», народного танца «Стрекоза», ансамбли народной песни «Ягодка» и эстрадной песни «Звездочка», эстрадных ансамблей «Небеса и карамель», а также театральных объединений «Дебют» и «Живое слово». Программа отчетного концерта посвящена важным событиям 2018 года – 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, 100-летию дополнительного образования и Году добровольца. Дети разных возрастов пели, плясали, читали стихи и зажигали публику детской непосредственностью, юношеским задором и нерушимой силой искусства. Отчетный концерт завершился. Он дал старт новым творческим идеям и замыслам, а значит будут новые концерты, конкурсы и выставки. Восточное единоборство – спорт для настоящих мужчин. В спорткомплексе поселка Афибский прошли соревнования Кубок чемпионов Краснодарского края по киу-кусинка и карате. Это первое соревнование Федерации карате такого уровня. Порядка 300 участников со всех уголков края в возрасте от 6 до 18 лет и старше поражали зрителей своей волей к победе. Мы пытаемся, чтобы наши дети были сильными, воспитываем их духовно, физически. И мы думаем проводить это мероприятие каждый год на базе нашего спортивного комплекса. Карате киу-кусинка сравнительно молодой, но при этом один из самых знаменитых и эффективных видов боевых искусств. В отличие от бесконтактных стилей, киу-кусинка рассчитана на реальную борьбу и имеет репутацию сильнейшего карате и жесткого стиля. Важнейшая часть боевого искусства киу-кусинка – духовная составляющая и глубокая философия. На тренировках большое внимание уделяется нравственному воспитанию, благодаря чему посредством силовых упражнений занятия карате совершенствует дух. Особые правила поведения воспитывают уважение к старшим и товарищам, дисциплинируют и помогают побороть лень, бездушие и агрессию. Мы хотим вырастить настоящего мужчину в этом спорте, чтобы был защитником своего отечества, своей семьи, ну и физически окреп, конечно. Мужественно, во-вторых, честно, но это самое главное качество для мужчины, я считаю, и возможность постоять за себя и за своих близких. Владеющие киу-кусинка и мастера способны творить настоящие чудеса, демонстрируя своими умениями безграничность человеческих возможностей. Вы должны пройти через боль, кровь и слезы. Вот так говорят тренеры своим подопечным. И это правда. Данный вид спорта заставляет не бояться ударов и всегда быть к ним готовым, быть самым лучшим и сильным среди всех соперников. И каждый боец, будь то каратист или боксер, знает, что в бою главное не сила удара, а трезвость ума и холодный расчет. В каратеке и киу-кусинка великолепно развиваются эти навыки. Начал свой путь в далеком 96-м году. Этот спорт мне привил, прежде всего, чувство того, что... Да, уверенность о себе, то, что определенное круг общения, которое помог мне в дальнейшем устроиться и благополучно заниматься этим спортом, плюс сильный характер стал. Киу-кушине по-другому не может быть, как только через пот, боль, слезы, кровь, только так достигаются определенные цели. И каждый пояс, он достается очень тяжело, начиная с белого и заканчивая черным. Черный – это подытоживание определенное, что дальше путь еще будет сложнее и тяжелее. Работа над собой. Победители и призеров соревнований ждали кубки, медали, памятные призы. И даже те спортсмены, у которых не все получилось, не расстроились. Отпражения говорят, что нам есть чему еще учиться, а победы – что мы на правильном пути. Зональные соревнования по лапте прошли на стадионе «Олимп» в станице Северской. 16 команд, среди которых женские и мужские сборные Краснодара, Анапы, Геленджика, Славинского, Белореченского и Крымского районов, сразились за звание лучших и путевку в краевой этап. Поприветствовать участников первенства пришел начальник управления по физической культуре и спорту Северского района Сергей Клименко. В имени главы муниципального образования Северский район Адам Шахметовича Джарима поприветствовать вас на гостеприимной земле Северского района. Я, ребята, вам, девчата, желаю провести сегодня день насыщенный. Мы год целый не играли в лапту. Я думаю, правила все помните. Ну а самое главное – сегодняшний турнир провести пестрам, честного вам судейства. И победителей сегодня будет трое, потому что три команды выходят в финал. Еще раз всем крепкого-крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и радости. Динамичная и увлекательная игра с настоящим русским колоритом. Лапта постепенно завоевывает все больше и больше поклонников. Результаты соревнований пойдут в зачет 14-х сельских спортивных игр Кубани. По итогам соревнований места в женской и мужской группах распределились одинаково. Бронза в этот раз досталась командам из Белореченска. Серебро домой увезла сборная Славянского района. А первое место и путевка в финал, который состоится в Приморско-Ахтарске, достались нашим землякам. Приморско-Ахтарске